Отар Кушанашвили – личность с яркой и скандальной репутацией, чья жизнь напоминает сюжет многосерийной драмы. Любовь, по его словам, это семья, и семей у него действительно много. Настолько много, что у известного телеведущего девять детей от разных женщин. Официально женат он был всего дважды, но его амурные приключения напоминали жизнь восточного султана, и недавно стало известно об еще одной женщине, которая сумела укротить этого страстного сердцееда. Ей оказалась певица Ольга Фролова, которая неожиданно для всех взяла под контроль хаотичную жизнь Отара. Родом из многодетной семьи, Кушанашвили, кажется, повторил судьбу своих родителей. У него пятеро братьев и сестер, и, возможно, именно это объясняет его склонность к большим семьям. Уже в школьные годы он увлекся журналистикой и, несмотря на все преграды, твердо знал, чего хочет. Отар, не церемонясь в выражениях, словил неприятности еще в университете. После нескольких резких замечаний и неуместных шуток на факультете журналистики Тбилисского университета его исключили. За острый язык, как он сам шутил. В итоге он отправился служить в армию, но мечта стать журналистом не покидала его. После службы в армии он без гороша в кармане отправился в Москву. Путь к мечте оказался тернистым. Он мыл полы на вокзале, работал сторожем и рассылал свои резюме в редакции. Лишь одна из 35 редакций откликнулась на его письмо. Это был народный взгляд. Спустя год его звезда начала восходить. Отар уже брал интервью у знаменитостей, а вскоре стал одной из самых узнаваемых фигур 90-х, ведя программы Мус-Обас и Акула-Пера. Репортер называл себя антипублицистом и химически чистым гением, ну а скептики окрестили его кошмаром российского шоу-бизнеса. Карьера Отара Акушанашвили строилась на принципах апатажа. И неудивительно, что многим звездам он был словно кость поперек горла. Его манера разговаривать без фильтров привлекала зрителей и одновременно раздражала его гостей. Но рейтинги росли. Что же произошло в личной жизни этого неугомонного артиста? Отар отличался любвеобильностью, о чем свидетельствует факт рождения у него девяти детей от разных женщин. Вот только отношения с избранницами складывались непросто из-за тяжелого характера журналиста. Первой возлюбленной стала Наталья Мельник, с которой у Отара родилась дочь Дарья. Однако семейная идиллия не сложилась, и они расстались со скандалами. Вскоре в его жизни появилась новая женщина – Ольга Курочкина, которая подарила ему близнецов Николаса и Георгия. Их роман был бурным, но и он не продлился долго. Причина расставания до сих пор окутана тайной. Сам Отар намекнул на обман, а слухи утверждали, что причиной стал конфликт с родителями Ольги, недовольными его заработками. Затем была Лена, родившая ему дочь Арину, и Алена, с которой у него появился сын Мамука. Но ни один из этих союзов не был законным. Первой официальной женой Кушанашвили стала Мария Горохова, юрист по профессии. В браке с ней родился сын Федор, но и этот союз не выдержал испытаний, и Отар был лишен возможности видеть сына после развода. После Марии в жизни журналиста появилась Ирина Киселева, банковская служащая из Ростова, которая пыталась помочь Отару справиться с алкогольной зависимостью. У них родилась дочь Элина, но и этот союз оказался недолговечным. Вскоре Ирина поставила дочку, выставив вещи Отара за дверь. Но была еще одна тайна. В одном из интервью Кушанашвили признался, что у него есть сын Роман, однако мать ребенка держится в секрете. И только Ольге Фроловой удалось обуздать Кушанашвили. С миловидной блондинкой Отар познакомился в 2007 году, когда она вела свой кулинарный блог. Она родила ему сына Данила и, как говорят, взяла под контроль не только бытовую жизнь журналиста, но и помогла ему оставить позади вредные привычки. Вместе с Ольгой он выглядит счастливым, похудевшим и активно работающим на телевидении. Что же дети от других женщин? Дочь Дарья до сих пор обижена на отца. Близнецы Николас и Георгий поддерживают связь с Отаром, но живут с матерью в Киеве. Арина увлеклась поэзией, а вот о Федоре и Мамука Отар, похоже, ничего не знает. Лишь с дочерью Элины у него сложились хорошие отношения, и он регулярно ей помогает. Но если кто-то и покорил сердце отара, так это его младший сын Данил, которого он называет своей копией. Мальчик талантлив, увлекается рисованием и театром и, как отмечает Кушанашвили, напоминает его в молодости. А самый младший роман, родившийся от мимолетной связи, пока остается для всех загадкой. В 2024 году появились печальные подробности об Отаре Кушанашвили. Знакомые шоумена внезапно забили тревогу. Популярный журналист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время он игнорировал сильные боли в животе, списывая их на стресс и усталость. Но, как оказалось, все было куда серьезнее. Спустя неделю мучений он, наконец, обратился к врачам. Диагноз шокировал даже самого Кушанашвили. Рак. Врачи сначала заподозрили острую непроходимость кишечника и незамедлительно провели срочную операцию. Однако в ходе вмешательства они столкнулись с тем, что не ожидали увидеть. В брюшной полости обнаружилась злокачественная опухоль. Обозреватель Владимир Полупанов поделился, что коллега вынужден был пережить еще одну операцию. И, хотя состояние ОТАРа стабилизировалось, его путь к выздоровлению еще только начался. Операция прошла успешно. ОТАР постепенно приходит в себя. Пока это все, что можно сказать. Мы все переживаем, но врачи предпочитают двигаться осторожно, шаг за шагом, сообщил продюсер Виктор Ладненко. Ожидания и неизвестность висят в воздухе, и каждый день становятся битвой за возвращение к нормальной жизни. Сам Кушанашвили, несмотря на ухудшающееся состояние, до последнего пытался оставаться на плаву. Всего за день до госпитализации он выпустил видео, в котором признался, что с трудом отснял свои шоу «Каково?» и «Спортивный груз», сжимая зубы от боли. Легендарный шоумен долго вел бурный и разгульный образ жизни, за что платил не только своим здоровьем, но и репутации. Спиртное, запрещенные вещества, постоянные стрессы. Все это могло подорвать его организм намного раньше. Но как будто по чуду трагичный исход, все же миновал. Отар сейчас живет с Ольгой Фроловой, и именно она поддерживает его в это непростое время. Жена шоумена открыла детали, заставшие многих замереть в тревожном ожидании. Диагноз – четвертая стадия рака, сигмовидной кишки, метастазы в печени. За этим мрачным вердиктом скрываются месяцы борьбы за жизнь, две клинические смерти и несколько сложнейших операций. Но даже в такой тяжелой ситуации Отар не сдается. Фролова поделилась, что состояние мужа резко ухудшилось. Когда его привезли в больницу, живот был сильно раздут. Врачи обнаружили разрыв кишечника и начавшуюся интоксикацию. Счет шел на часы. Если бы они задержались хотя бы на 5-6 часов, спасти Кушенашвили уже было бы невозможно. У Отара четвертая стадия рака и метастазы есть в печени, призналась Ольга. Несмотря на это, шоумен не опускает рук, сохраняя боевой дух. «Он дома, мы проходим лечение, и главное – его настрой», – отметила она. Но ясных прогнозов медики пока не дают, ожидая дальнейших обследований, после которых станет понятно, потребуется ли еще химиотерапия перед операцией. Отар не стесняется обращаться за финансовой помощью к друзьям и коллегам. Многие откликнулись, но не все. В частности, Григорий Лепс, когда к нему обратились за поддержкой, ответил коротко – «Бог поможет». Иронично, но Отар не обижается, утверждая, что каждый сам решает, как ему поступать. Несмотря на пережитое, шоумен сохраняет свой неповторимый оптимизм. «Я вернулся с того света», – говорит он, напоминая о своих двух клинических смертях и похудении на 15 килограммов. Кушенашвили признает, что борьба с раком – это одинокая, изнуряющая битва. Но он уверен, что сможет пройти через все это. Сам себя он называет бессмертным Отариком, с улыбкой замечая, что его волосы и зубы пока на месте. Шоумен пообещал выдержать все испытания, которые приготовила ему судьба, и пожелал крепкого здоровья своим поклонникам. В этой истории еще далеко не поставлена точка, и никто не знает, какой будет ее финал.